Всем привет! Меня зовут Федор Васильев и в этом видео обновление Gridbox и новые плагины, комментарии Facebook, ВКонтакте и сервис Hooper Comments. Данные формы комментариев от трех социальных элементов мы можем разместить как на странице Gridbox, так и в блоге. Итак, поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Gridbox обновился до версии 2.3.3 и я в этом видео покажу, как разместить комментарии на примере комментарии от ВКонтакте и на сервисах Hooper Comments. Давайте сначала рассмотрим комментарии ВКонтакте. То есть я выбираю ВКонтакте приложение и нам в всплывающем окне нужно получить ID приложения. То есть нам нужно быть первое зарегистрированным в социальной сети ВКонтакте, а второе создать простое приложение. Как это делать, сейчас покажу. Переходим с вами на вкладку на страницу ВКонтакте слэш дэв. Вот как это выглядит здесь. Мы попадаем на страницу приложений. Дальше мы нажимаем Мои приложения. Дальше мы нажимаем Создать приложение. Название. Любое название вашего приложения, это может быть название вашей фирмы. Пишу просто демо. Выбираем дальше платформу веб-сайт. И в появившихся полях нам нужно указать домен. Ну так как у меня тестовый домен, поэтому я его и указываю. То есть прямо вот этот локальный домен попробуем поставить. Ниже мы указываем с вами без HTTPS. То есть вот такого вида. Нажимаем Подключить сайт. Далее нам показывают, что на привязанный телефон к социальности ВКонтакте должно прийти уведомление. У меня уведомление не приходит. Нажимаю Не дошло уведомление. Подтвердить через SMS. Запросить код. И ждем какое-то время SMS-ку. Полученный SMS мы вводим с вами в поле для подтверждения. SMS-ка может прийти не сразу. Можете ждать до 5-10 минут. Отправить код. Итак, у нас с вами все готово. Переходим с вами в настройки. Вы, конечно, можете тут все это оформить, настроить. Нам нужно пока получить вот этот вот ID. Копируем его как есть. У вас будет свой уникальный. Переходим на сайт Gridbox. Вставим в поле ID. Идентификатор. И сразу видим, что у нас появилась формочка комментариев. Такую форму можем вставить как на страницу Gridbox, так и в приложении Blog. По настройкам. Лимит. Сколько на странице комментариев отображать. Можно двигать ползунок. Дальше. Автопубликация. Если вы хотите, чтобы сообщение, которое оставили на вашем сайте в форме комментариев от ВКонтакте, автоматически публиковалось на странице публикатора, то есть этого человека, который оставляет сообщение. То есть это очень полезно в плане продвижения. Это лучше оставить. Дальше мы решаем, что отображать в форме комментариев. Мы можем оставить граффити, фото, аудио, видео, ссылка. То есть это все то, что есть ВКонтакте. Если вам нужно ограничить, вы просто снимаете галочки там, где не нужно вам. То, что вам не нужно, мы убираем. Остальные настройки штатные. Нажимаем сохранить. И прямо здесь в режиме редактирования можно проверить, оставляется ли комментарий. Видим, комментарий оставляется. Можно оставить еще ответ. Видно, что все работает. Так, это приложение я удалю пока. Теперь давайте рассмотрим сервис Hooper Commons. Переходим по ссылочке Hooper Commons. Вот этот адрес. Сразу можем перейти здесь в тарифы. Есть бесплатный тариф, его и рассмотрим. Ограничение можете здесь ознакомиться. Нажимаем установить под тарифом. В всплывающем окне, когда мы нажмем на кнопку установить, нас просят авторизоваться через Google почту. Если у вас почта есть, авторизуемся. Если нет, создаем. Я выберу сменить аккаунт. После успешной авторизации вы увидите вот такое окно. В поле мы вставляем наш адрес сайта. Туда, куда мы хотим разместить форму комментариев. Здесь мы выбираем HTML. Нажимаем далее. Нажимаем готово. Кликаем вот здесь вот по иконочке справа настройки. И вот здесь вот теперь лево в углу ID. Нам нужно взять, скопировать только лишь вот этот вот код. Копировать. Дальше по настройкам. Вот здесь обязательно пройдитесь. Здесь все на русском. Здесь можно настроить комментарии там. Получать уведомления, назначить модератора. В общем все равно здесь есть какие-то настройки, которые могут быть для вас полезны. Здесь обязательно вы потом без меня уже пройдетесь. Здесь все на русском. Не сложно, я думаю. Вы настроите уже форму комментариев здесь. Отвечать на комментарии можно прямо отсюда, со страницы Hooper Comments вашего профиля или на странице вашего сайта. Получили код. Возвращаемся в наш сайт. Выбираем плагин Hooper Comments. В поле ID вставляем ID. И здесь практически настройок больше нет, только штатные настройки. Закрываем плагин и видим, что у нас комментарии здесь вот появились. Мы сразу здесь авторизованы. Что-нибудь написал, нажимаю комментарий, комментарий оставляется. Если вы впервые видите инструмент Gridbox, конструктор страниц на Joomla и хотите более детально его изучить, то я предлагаю вам перейти на страницу презентации моего пошагового видеокурса для начинающих. Данную страницу вы сейчас видите у себя на экранах, где все подробно я описываю, как что нужно сделать. После изучения данного курса вы без труда сможете создать профессиональный, адаптивный, красивый сайт Landing Page в интернете. На этом видео я заканчиваю и увидимся в новых видео. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hosting. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены – мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.